Уже своих не хватает. Почему вдруг появилось уже не только северокорейское оружие, но уже и живая сила? Тут надо сначала начать с того, что действительно данные Сеула, как вы правильно сообщили. Потому что, например, Ллойд Остин буквально сегодня выступал в Неаполе и сказал, что в Америке нет таких данных, чтобы хотя бы один корейский солдат прибыл в Россию с целью принимать участие в войне против Украины. Нет таких данных у Америки. До этого Пентагон такое уже заявлял. А Сеул, Южная Корея, они, в общем, не объективны. Для них Северная Корея такой же враг, как для нас Россия. Поэтому они, естественно, выискивают скорее, скажем так, такие поводы. Поэтому быть уверенными мы станем тогда, когда впервые мы увидим уничтоженного северокорейского солдата либо взятого в плен северокорейского солдата. Это будет сразу видно. Потому что современные средства наблюдения за боем, по-моему, все показывают быстро. Помните, когда Африканский легион появился под Харьковом, то мы его увидели сразу. Пока этого не произошло. Тем не менее, для Путина мы знаем, что он людей покупает. У него новое как новое. В общем, большую часть войны, за исключением событий сентября 22-го года, когда была проведена мобилизация в все остальное время, он затыкает проблему деньгами, покупает людей. И он покупает россиян. И цена на россиян растет. Потому что россиян все меньше. А тех, кто готов за деньги убивать или же быть убитым, их тоже все меньше. Это просто прям факт. Потому что не стал бы иначе Путин транжирить свои же собственные деньги. Сначала он в августе поднял выплаты общенациональному масштабу в два раза за подписание контракта. И потом уже каждый регион поднимал. Дошло до 30 с лишним тысяч долларов в Белгородской области за подписание контракта. Поэтому понятно, что они очень дорогие россияне. Но раз дорогие россияне, значит, нужны дешевые корейцы. Корейцы, видимо, обошлись просто дешевле, чисто математически. Ему же все равно, кто будет воевать. Кто дешевле, тот пусть и воюет. В начале войны он сирийцев пытался привлечь. Это было. Он отдавал приказ Шойгу открыть пункты набора добровольцев в Сирии. До фронта доехали какие-то десятки, я так понимаю, людей. Буквально десятки из Сирии. На самом деле сейчас серьезно обсуждается возможность того, что Южная Корея может отправить в Украину своих военных в ответ на действия Северной Кореи. В принципе, по-вашему, насколько этот сценарий вообще реалистичен? Мы сами уже упомянули эту давнюю вражду между Южной и Северной Кореей, как Украина и Россия. Ну, Южная Корея – да. Во-первых, южнокорейцы очень давно такие заявления делали. То есть, когда еще только Путин поехал, по-моему, то ли Путин в Корею, то ли этот кореец к Путину, сейчас уже не вспомню. Кто из них последний, к кому ездил? По-моему, Путин к корейцу. То они подписали договор об этом стратегическом сотрудничестве военном. То Южная Корея тогда, по-моему, устами министра обороны заявила, что если Северная Корея пошлет своих солдат в Россию, то Южная Корея передаст нам вооружение, начнет передавать нам вооружение, чего Южная Корея не делала до сих пор. Южная Корея помогает нам, она абсолютно на нашей стороне. Я, по-моему, участник Рамштайна. Уж не знаю, формально или нет. Но Южная Корея выделяет нам финансы за последние, по-моему, в этом году 20 с чем-то миллиарда долларов. Это очень большие деньги, мы понимаем, для Южной Кореи, 20 с лишним миллиарда долларов. Учитывая, что все, например, агентство иностранной помощи корейское, у них, по-моему, бюджет 600 миллионов. То есть мы как бы, нам выделили больше в 4 раза, чем вся их международная помощь до этого. Но не на войну. То есть нам выделяется на восстановление энергетики, на все что угодно. Но, понятно, нам-то какая разница? Нам, когда выделяет Евросоюз деньги, ну, значит, мы их потратим на вооружение. Кроме того, да, они не дают нам оружие формально. Но это только формально. Де-факто дают. Происходит это следующим образом. Южная Корея поставляет снаряды Польше, Польша поставляет снаряды нам, со своих собственных складов. Южная Корея поставляет Польше танки и бронетранспортеры, Польша поставляет нам свои танки и бронетранспортеры. Поэтому, фактически, конечно, поставки есть. Но Южная Корея сказала, что это она изменит. Как только появляются северокорейские солдаты, она посылает своих. Не своих, а оружие. Вещь шла про оружие. И вот сегодняшняя новость, она действительно такая для нас-то радостная, что южнокорейцы рассматривают вопрос отправки именно военных спецов. Причем там не просто так. То есть это не пехоту нам собираются отправлять Южнокорейскую. Это несколько категорий. Первый – это переводчики военные. Потому что нам надо будет допрашивать пленных и прослушивать переговоры. И вообще любые прослушки. Второе – это специалисты по тактике северокорейских войск. Потому что сейчас понятно, что, скорее всего, северокорейцев не получится использовать, интегрировав их буквально в отделение или взвода российской армии. Потому что они не понимают по-русски. И их быстро не обудешь. Поэтому это будут прям подразделения северокорейцев, интегрированные, наверное, в какие-то там российские бригады. И вот тогда они будут вести себя определенным образом. А северокорейцы знают какие? Военные северокорейские. В общем, в результате мы, похоже, если мы получим Северную Корею с той стороны фронта, то мы получим Южную Корею с нашей. И вот тогда, мне кажется, что мы в выигрыше в чистом. Если на нашей стороне Южная Корея, на их стороне Северная, то мы в чистом выигрыше просто потому, что Южная Корея – это одно из, мы сейчас уже самых развитых государств в мире. И в экономическом, и в технологическом смысле. А Северная Корея, наоборот, одна из самых бедных и отсталых государств мира. Ну вот, давайте выбирать. Нам плюс Южная Корея, им плюс Северная Корея. Мы за. Я думаю, мы за, конечно. Да, мы, конечно, за. Мне интересно просто будет реакция наших партнеров. Мы же знаем, как они туда не бить, туда не ходить, а мы подумаем, бла-бла-бла. Какой тогда может быть реакция партнеров Украины на вот такое противостояние? Нет, мы наоборот, мы сейчас в сильной позиции, мы сейчас требуем от наших партнеров, чтобы они что-то сделали с Северной Кореей, с фактом привлечения Северной Кореи. Ну, видите, Остин же сказал, что мы-то не видим Северную Корею, там никто не видит, хотя из ничего же не рождаются даже слухи в медиа, правильно? Объясню. Из чего они рождаются, могу объяснить. Значит, начну издалека, с примера. Вот в 22-м году, осенью, позднее, в ноябре, были прямо слухи, очень плотные такие по всему миру, что Иран поставил России ракеты баллистические. Причем двух типов, вот такая-то дальность, там самые дальние на 300 километров, и вот прям корабли назывались, и все было. И это ничего не подтвердилось. И тогда Пентагон и ЦРУ говорили, а у нас нет подтверждений, мы этого не наблюдаем. И действительно, Иран поставил впервые иранские ракеты, только спустя два года. А тогда действительно ничего этого не было. Потому что какие-то военные грузы идут, и дальше кто-то начинает спекулировать на этой теме. Военные грузы – это шли, это факт. Но это не были ракеты. А это был принципиальнейший вопрос, потому что против иранских ракет есть санкции, а против иранских двигателей внутреннего сгорания, то бишь шахетов, нет санкций. То есть нарушала ли Россия санкции, покупая что-то там у Ирана. И вот сейчас в Северной Корее такая же история. Значит, против Северной Кореи есть санкции. То есть покупая что-то у Северной Кореи, где-то ты переходишь эту границу нарушения санкций. И в этот момент, если Россия привлекает северокорейских солдат, и Запад это признает, то он обязан принимать меры. Принимать меры. Потому что как? Вот есть санкции ООН, Россия их нарушила, надо что-то с этим делать. Тем более, если... Почему мы настаиваем, и Зеленский настаивает, что именно Северная Корея вступила в войну. Мы хотим от Запада признание факта. Не факта наличия солдат или там снарядов. А вот юридически, да, Северная Корея вступила в войну на стороне Российской Федерации. Это должно стирать красные линии. Ну, в смысле, ребят, а вы почему не вступаете на нашей стороне? То есть пока это была война между Россией и Украиной, окей. Теперь Северная Корея вступила. А на нашей стороне кто вступит? Вот мы можем с них спрашивать. Ну, и потом останавливать южнокорейцев никто, конечно, не будет. Наоборот, абсолютно. Это же все такая маскировка. Но все эти рассказы о том, что нам нельзя куда-то бить, они не всегда соответствуют действительности. Иногда нам на самом деле можно. И об этом, кстати, говорил и Байден даже лично, что когда... А нет, Блинкен говорил, что когда мы разрешим, мы об этом объявлять не будем. И было уже несколько ударов, которые выглядели как удары дальнобойными ракетами американскими, ну, какими, скорее всего, американскими, которые достигли своих целей на территории России. Просто об этом никто не объявлял. А уж когда это Южная Корея, так чего уж тут? Ну, в смысле? А что, кто-то обещал, что Южная Корея не будет воевать на нашей стороне? Кто обещал? Кому обещал? Что, Россия в этот момент нападет на Южную Корею? Да? Ну, пусть попробует, как говорится. Ну, вот да. Кстати, буквально перед нашим с вами разговором нашла вот что. Сестра диктатора КНДР Ким Чин Ин, Ким Йо Джон, значит, напала с критикой на Украину и Южную Корею. Об этом говорится в заявлении, опубликованной северокорейским государственным информагентством KCNA. По ее словам, никто в мире, значит, я сейчас перевожу с украинского, не осмеливается провоцировать страны с ядерным оружием, кроме сумасшедших из республики Корея и киевского режима. Да, и в итоге назвала, 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 значит, нас, господи, господи, ага, это общая характеристика всех невоспитанных собак, выплаканных, исполученных штатах. Ну, то есть, как же это на русский-то перевести? Которых воспитала США. Воспитала Соединенные Штаты. Ну, кстати, да, я считаю, что у нас должен быть ответ, я его придумал, он не дипломатичный, но нужно, я считаю, продвинуть. Объясню, и для него есть юридические обоснования. Вот вы знаете, что Северная Корея же как бы официально не участвует в войне. Ну да. Соответственно, получается, что вот эти люди, северокорейцы, если они окажутся на линии фронта, они как бы не совсем комбатанты, то есть не обладают правами военнопленных, если они попадут в плен. Ну, не обладают, что поделать. Ну, по идее, да, мы же-то не воюем с Северной Кореей по большому счету. Они не воюют с нами, это главное. Ну да, и они не воюют с нами. То есть они должны подчиняться не международному законодательству, а тому, который мы здесь установим, такому и будут подчиняться, когда это на территории Украины происходит. И я вот подумал, ну, раз она заговорила сама об этом, у меня просто идея и так была, я ее, в принципе, возможно, она меня услышала, невоспитанного выкормыша американского воздепа. Мне кто-то написал, там, из зрителей моих, что надо сказать северокорейцам, что пусть сдаются, мы их не отдадим россиянам. А я считаю, надо объявить, что мы будем скармливать собакам, наоборот, северокорейцев. Вот пленных северокорейцев будем скармливать собакам. Что это будет наша компенсация собачьему, так сказать, представителям собак, ну, как бы как биологическому виду, за тех собак, которых съели, в свою очередь, северокорейцы. То есть мы считаем, что это симметричный ответ абсолютно. И раз уж вы так, ну, а почему нет? Ну, вот мы так хотим, у нас такой закон. В Украине, что пойманных незаконно находящихся на территории северокорейцев, мы скармливаем собакам. Негуманно, да, но времена сейчас у нас не самые вегетарианские. Вот, но это, конечно, шутка. А вот эти заявления там, что там, господи, кто-то там нападает на ядерную державу, Северная Корея, безусловно, является ядерной державой. Это так. То бишь, она способна произвести некий ядерный взрыв где-нибудь. Ну, например, у себя. Она умеет это делать. Но не надо ее сравнивать с теми державами, которые реально обладают средствами доставки этого ядерного оружия. Межконтинентальных ракет у нее нет, не получается. Они пробовали, но не получается. Поэтому, например, Америка не воспринимает Северную Корею как ядерную угрозу. Потому что до Америки северкорейская ракета не долетит. Соответственно, можно и ударить по Северной Корее. А в чем проблема? Южная Корея воспринимает как угрозу, понимая, что мало ли что у этих людей на уме. Ну, так извините, так уже что ж, каждого хулигана с ядерной бомбой боятся. Потому что вот если мир вообще решится следовать этой логике, то есть если хотя бы один мировой политик скажет, типа, дорогие друзья, вот там мы не можем бить по Северной Корее, потому что у них ядерное оружие. Ну, представьте себе, да, там, Остин, не знаю, Трамп приходит к власти и говорит, ну, мы бы ударили по Северной Корее, но у них ядерное оружие, мы не можем ударить. Или там Шольц говорит. Тогда мы сами прямо точно скажем, не, ну, подождите, а так теперь, да? Теперь такие правила? Тогда мы создаем ядерное оружие. Ну, все, извините. До этого вы еще рассказывали, что тот, кто там легально владеет, какие-то договоры, какие-то меморандумы, какой-то ООН, так любой, кто создал, больше его нельзя трогать. Ну, тогда мы точно будем последними лохами, если не создадим себе ядерное оружие. Мало того, если мы его создадим, ну, в таком-то мире, а что нет, то мы еще и богатые нашу страну сделаем, потому что мы продадим это оружие любым желающим, всем желающим. Пожалуйста, покупайте. Скажите, а в чем проблема? У нас есть инженерия, у нас есть все. Мы создадим и для себя, и для всех желающих. Все имеют право, если северокорейское атомное оружие действительно является сдерживающим фактором для кого-нибудь в этом мире. Я думаю, что и я сейчас, и многие наши зрители так про себя сказали, что в Украине ведь было ядерное оружие, да? И помним, кто выступал гарантами безопасности, когда забирали это ядерное оружие. Это такая боль, которая никак не утихает. Раз уж вспоминали про США, давайте вспомним, что до выборов США-то осталось всего лишь, да там ничего, да, меньше двух недель. И мир буквально замер в результате, в ожидании этих результатов выборов. Вы в одном из своих, ну вот давячи стримов, прямых эфиров, да, говорили о плохом и хорошем Трампе и о Камале Харрис. Расскажите нашим зрителям, чего ожидать, в первую очередь, конечно же, Украине, да, от того, какой выбор сделают жители Соединенных Штатов. Ну, во-первых, мир-то не замер. Это мы замерли в ужасе, потому что мы ничего не можем сделать. И наша судьба вот как-то решается, мы толком не знаем как и никак не можем на это повлиять. Мир не замер, мир вполне себе живет. Ну, наш мир, наш мир, наш мир. Да, вполне себе живет каким способом. Наоборот, сейчас активировались даже разные рынки, которые делают ставки на победу того или другого. Я сейчас не в буквальном смысле ставки, я не про букмекеров, там, не про беттинг. Я говорю о том, что происходит большое перемещение, например, в капиталах между евро и долларом. Потому что те, кто верит в победу Трампа, скупают доллары и продают евро. Серьезно? Конечно. Считается, что при победе Трампа, значит, он будет вести некоторую экономическую войну с Европой, и поэтому курс доллара вырастет, курс евро упадет. Поэтому они скупают сейчас доллары и продают евро. Я, естественно, не имею в виду возле обменников по тысяче долларов, я имею в виду сотни миллиардов. Я про сотни миллиардов сейчас говорю. И если вы заметили, курс евро поэтому упал за последние 2-3 недели. Курс евро упал по отношению к доллару. Был, по-моему, 1,12, сейчас 1,09. Все это ровно по причине того, что выросли рейтинги Трампа. Поэтому сегодня финансовый рынок оценивает вероятность, ну, вот судя по соотношению курса евро-доллар, вероятность победы Трампа как 60% против 40% победы Камала Харрис. Никогда никакой финансовый рынок вам не скажет, что точно победит этот. Так не бывает. Мы оцениваем вероятность, как 60 на 40 говорит нам финансовый рынок. Примерно так же, кстати, говорят букмекеры, принимая ставки. Порядок такой же 60 на 40. Вот это к тому, чего ожидать. Но политически, как сказал, процитирую, Зеленского, у результатов выборов в США могут быть, у выборов в США может быть три исхода. Дальше он уже, так сказать, как человек политкорректный, сильно не пояснял, но я поясню. Исход первый побеждает Камала Харрис, исход второй побеждает хороший Трамп, исход третий побеждает плохой Трамп. Да, с любимого, да. Значит, потому что, что мы имеем в виду? Победа Камалы Харрис означает с наибольшей вероятностью продолжение линии Байдена. Но это продолжение в первые месяцы, я думаю. Потому что, конечно, дальше он останется самостоятельным игроком. И тут у меня хорошие ожидания. Очень от будущей Камалы Харрис, в смысле, от Камалы Харрис через несколько месяцев, потому что, я думаю, она отыграется. За всех женщин, за всех цветных. За всех причем отыграется. Нет, нет, на всех гомофобах она отыграется. Понимаете, на всех гомофобов она отыграется. И на всех этих, как это называется, тех, кто за разделение джендерное неравенство, там тоже я уже не вспомню слово. Понимаете? А это все Россия. Посмотрите, что такое Россия. Россия – это нацизм, Россия – это гомофобия. Россия, конечно, отыграется. Не только на них. Но на таких точно отыграется. Будет ли им заниматься? Она захочет войти в историю. Не просто как, окей, я первый президент, на этом все. А то, знаете, первая женщина-космонавт Терешкова прославилась только тем, что, да, ее посадили в бочку, отправили с порохом, отправили в космос, а потом она выдвинула предложение оставить президента Путина вечным президентом России. Все, да? Ну, Камала Харрис так не захочет запомниться, а захочет запомниться делами, а не только фактом того, что она первая женщина-президент. Это первый. Ну, это первый сценарий. Второй и третий – это хороший и плохой Трамп. Мы не знаем, что будет для нас, что с нами произойдет, с Украиной, с военной помощью, с Российской Федерацией, если победу одерживает Трамп. Мы этого не знаем. То есть не надо говорить, что Трамп точно друг России, там вот это все ерунда. Или что Трамп – союзник Путина. Тоже ерунда. И когда Трамп говорит, я дружу с Путиным, ну, перестаньте. У него не заржавеет никого уволить. Как мы помним, 13 сезонов шоу «Кандидат». Он всех подряд увольнял, и Путина выгонят точно так же. Скажут, да, ты друг, но вот, к сожалению, теперь у меня другой друг. Все. Ничего личного. У Трампа точно ничего личного. В слове «друг» у него нет ничего личного уж. Ну, то есть это, да, вот он же на днях буквально заявил о том, что он сказал, не дай бог ты напойдешь, да, я там вспоминаю наше общение, да, и Путин сказал, да что ты, но увей, ни за что. Да, он сказал, что Трамп в Москве и разнесет, так сказать, московские купола американскими ракетами. Но давайте теперь трезво оценим, что произойдет. Ну вот, я вам примерно рассказываю сценарий, мы его узнаем только, если Трамп победит на выборах, так это будет или нет. Он действительно в кратчайшие сроки, в какие-то, потому что он обещал это до инаугурации, может, тут я не возьмусь утверждать, когда он это будет делать. Он действительно позвонит Путину, возможно, даже встретится с ним, и предложит ему то, что он называет словом «дил», то есть какую-то сделку, который будет включать в себя разное, многое из чего нам не понравится. Потому что это будет включать, например, снятие санкций в каких-то отраслях во многих американских. Это будет включать в себя, наверное, какие-то нетерриториальные уступки, потому что мы на них не пойдем, но, по крайней мере, то, что какие-то территории наши останутся оккупированными на какое-то время, и какие-то его требования по Китаю, то есть по разводу России с Китаем там будут. В том смысле, что Россия будет не иметь права торговать с Китаем, ну, не вообще иметь судьбу, а ввести какие-нибудь пошлины на китайские товары. Не знаю сейчас что. Потому что основная его цель все равно Китай. И вот дальше все в руках, как ни странно, Путина и Трампа. Если Путин принимает сделку, то вот Россия имеет, скорее всего, действительно много бенефитов, а мы, скорее всего, имеем какие-то неприятности. Но если Путин отвергает сделку, то вот тогда ракеты могут полететь прямо по куполам, любимым путинским. Ну, в смысле, Трамп тогда не будет торговаться. Путин же может ошибиться в чем? В силу своей мании величия, что типа с ним разговаривают на равных, что этого не вызвали продиктовать ему условия, а что с ним обсуждают. Он может подумать, что с ним кто-то что-то обсуждает. С ним не обсуждают. И не будут ничего обсуждать. Это важно понимать. Он не является никем игроком и так далее. Он будет являться работником Трампа. Вызов скажет, значит, так, сделай, так. Все. Если он попытается как-то вести себя по-другому, пытается не исполнять приказы Трампа, то может заплатить спортбилет на стол за такое, как говорили раньше. А по поводу еще выборов в Молдове. Вы уже, конечно, за эти сутки не единожды это комментировали. Но давайте для наших зрителей, правда ли, что Молдова отказывается от вектора Европейского Союза или это происки России все-таки? Майя Санду действительно во втором туре может стать президентом или все-таки тоже двояк? Вот как вы оцениваете всю эту историю с выборами в Молдове? Ну, на первый вопрос насчет европейской интеграции. Тут все однозначно. Есть решение, референдум, что да, Молдова официально берет курс на европейскую интеграцию на членство в Евросоюзе. 50,46% жителей Молдовы так проголосовали. Все, точка. В этом споре поставлена точка. Да, но ведь льется и лилось, вернее, изо всех щелей. Да зачем Молдове эта евроинтеграция? Это вообще Евросоюз, это мертвое государство, бла-бла-бла. Вот очень стильно что-то вот так напоминало, да? Где-то вот мы уже это слышали с вами. Слышали, но знаете, во-первых, нет, понятно, что это, значит, россияне вложили там сотни миллионов, как минимум, евро в пропаганду внутри Молдовы раз в подкуп избирателей физически. Прям гречка, деньги, два. 30 долларов стоил голос, как мы знаем, сегодня уже об этом тоже объявляли. Вот, и так далее, и так далее. То есть все это было, все это так. Но, понимаете, Молдаване, я думаю, в большинстве своем бывали в Евросоюзе. Так вот получается. Там очень мало людей, которые... В Румынии, да? Да, 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 да. И находясь в Молдове, я был в прошлом месяце два раза в Молдове, трудно заподозрить то, что Молдовия может стать хуже от вступления в Евросоюз, потому что Молдовия хуже вообще стать не может. Ну, так уж сложилась, да, сейчас ее жизнь экономическая и социальная. Поэтому, безусловно, любой молдаванин догадывается, что вступление в Евросоюзе точно благо. Другое дело, что некоторые вот взяли деньгами или посмотрели телевизор, вот это действительно, эту чушь все. Ну, какие-то уж совсем там такие пейзаны, которые никогда нигде не бывали. Вот, это может быть. Ну, кроме того, смотрите, в Украине тоже ведь... Ну, давайте, в каком году в Украине впервые победил бы честный референдум на тему, хотим ли мы вступать в Евросоюз? Я вам скажу, что, например, в 2000-м не победил бы. Нет. Я думаю, в 2013-м как раз тогда, когда встал... В 2013-м точно, а в 2004-м под вопросом, несмотря на то, что Ющенко, все вот это. То есть, вот проведи референдум о вступлении в ЕС в 2004-м, ну, например, до Оранжевой революции. Вот просто до, но честный, предположим, честный, с честным подсчетом при президенте Кучме. Нет, не победил бы. Вот, поэтому вся эта вот эта штуковина, она между 2004-м и 2013-м годом менялась у нас. А в Молдове, естественно, она в худшем, в худшей форме, в худшем состоянии. Там вот этот вектор тоже. Проведите такой же референдум до победы Майи Санду на прошлых выборах. Она побеждала, я не помню, 19-й или 20-й год был. Все, мне лень проверить. Забыл. Наверное, 20-й все-таки. Я не помню, да. Она победила на выборах, значит. И вот до ее победы на выборах точно референдум был проигран такой. То есть, это она и ее, скажем так, под ее руководством уже жители Молдовы в большинстве своем стали проевропейскими. А до нее не были. До нее там пророссийских президентов выбирали во всем. Поэтому вот выигран уже референдум. Это уже факт. Ничего не сделать. И люди там очень переживали. Кстати, я получил столько писем из Молдовы, потому что я много про это говорю. И сам был, я говорю, и разговариваю про это, и рассказываю. И, ну, кстати, естественно, тут я нисколько не сомневался. Я вот во время стрима своего у себя на канале спросил. Пишите, кто из Молдовы сейчас, и пишите «за» или «против». Вы голосуете на референдуме про Европу. Ну, конечно же, оказалось ноль человек, которые против. Ну, у меня на стриме. Но это же определенный выбор. Ну, давайте сейчас тоже проверим наши подписчики. Если вы из Молдовы нас смотрите, тоже напишите. Посмотрим. И вы тоже увидите, что все будут «за». Тут никуда не деться. А при этом... Потом я получил самое трогательное письмо, которое я получил. Я рассказал на стриме, как я всю ночь почти не спал. Я всю ночь проверял результаты референдума и результаты выборов на сайте этого Центра сберкома Молдовского. И прямо вот подсчитывал. Ну, я знал примерно, сколько осталось голосов. Знал, что это все уже голоса диаспоры, которые остались. Знал, что в диаспоре 80%. «За». Прямо подсчеты показывали. И, соответственно, у меня получалось, что чуть больше 50% будет «за». Хотя всю ночь еще было меньше. Только в 6 с чем-то утра сравнялись цифры. И потом уже проследовали до 50,46. И мне написала женщина из Молдовы, что нас тут хоть и не бомбят. Мы всю ночь не спали по той же причине. Потому что было очень страшно, что мы теряем страну. Что нас сейчас ее отнимут. Что... Понимаем, да. Это настоящая катастрофа, если все это произойдет. Что люди за 30 долларов продали нашу Родину и так далее. Но, к счастью, все закончилось хорошо. Теперь им осталось второй тур с Майей Санду. Ну, победила, что победила Майя Санду. Для этого, с одной стороны, у нее есть все возможности. С другой стороны, оно безвозмездно не бывает. Я сейчас не про финансы. То есть только если действительно смогут мобилизовать явку ее сторонники, только тогда все и получится. Потому что если нет, то нет. Потому что те это точно смогут. И в прошлый раз, когда Майя Санду стала президентом, победив вот этого пророссийского... Я уже даже забыл, как его звали-то. Человек этого. Ну, и важно. Кто его будет уже вспоминать. Не тот, который Лэншор, который в тюрьме... Который уголовник, который сбежал. А который был преддадон. Его вспомнил. Да, дадон. А, дадон. Да, дадон. Она победила, значит, дадона. Потому что тогда диаспора мобилизовалась. То есть диаспора пришла вся, и Майя Санду стала президентом. Поэтому сейчас, если это произойдет, то все. Хорошо. Уже за пять лет, я думаю, еще пять лет дайте Молдове. И за эти пять лет... Но за еще пять лет Молдова, конечно, уже станет и проевропейской, и про натовской. Потому что... Да даже вот, как говорят сами жители Молдовы, кстати, в Кишиневе, в общем... Постепенно-то Европа делает свое дело. Европейские всякие фонды и так далее. И постепенно там это все улучшается. Ну, если, например, я скажу, в начале войны... В начале это когда у нас уже отключали свет, 2022 год. Конец 2022 года. В Молдове тоже отключали. Прям тогда же, когда у нас. Ну да, там же у нас было сообщение электроэнергии. Это совместное. И Молдова тоже страдала от этого, да. А сейчас этого уже нет. То есть вот уже какие-то результаты на лицо, так сказать, деятельности. Поэтому будем держать пальчики за мою санду. Но тут вообще у нас прямо такой гиперрывок, так сказать. Вот за оставшиеся там 10 дней. Начиная с субботы, который будет, и до 5 ноября. Потому что 26 декабря выборы в Грузии парламентские. О да. И 3 ноября второй тур в Молдове. И 5 ноября в президентские выборы в США. Вот это сильно, конечно. Да, будем надеяться и на Грузию. Вы верите в то, что Грузии все-таки получится победить вот это российское иго в виде Ванишвили и его партии. И все-таки не вернуться, а продолжить то, что делал Саакашвили. И возможно даже не то, что делал Саакашвили, а просто скинуть с себя эту уздечку российскую, которую на них накинули. И да, все удивляются. И помним 90-е годы войны, 8-й год, и тут, значит, Россия. Как бы почему я еще об этом говорю? Мне это очень сильно болит, потому что часть моей семьи грузинская. Поэтому мы все скрестили пальцы, ждем. И очень хочется надеяться, что Грузия вырвется из этих оков. Вы как считаете? Возможно это? Вы сейчас сказали очень опасную фразу. Надеюсь, что нас в Грузии не слышат. А если слышат, я сейчас буду исправлять вашу политическую ошибку. Вы сказали, что нужно продолжить линию Саакашвили. Это не так. Да, да, да. Я осеклась и потом сказала, что даже лучше. Да, конечно. Дело же в чем? Дело в чем, что, конечно, уровень поддержки Саакашвили в Грузии определенный существует. Я просто была в Грузии после того, как там Саакашвили все это реновировал. И когда это все действительно поражало, потому что в Украине тогда такого еще не было. Вот. Поэтому я так сказала. Да. Но сегодня поддержка Саакашвили в Грузии, ну, наверное, на уровне процентов там точно не могу сказать, ну, 20-30, где-то в этом пределе. И именно это вот на прошлых выборах позволило победить партии Иванишвили, грузинская мечта. Не первый раз, первый раз другой. Ну, вот прошлые выборы, когда были там, сколько, 4-5 лет назад, то ты как бы голосовал или за Иванишвили, или вроде как за Саакашвили, отсутствующего, не участвующего в выборах, но тем не менее. А за Саакашвили были не готовы голосовать, и поэтому Иванишвили, собственно, выиграл эти выборы. Сейчас это уже изменилось. Сейчас нет такого, что если это оппозиционная партия, то эта партия ассоциируется с Саакашвили. Почему этого нет? Вы будете смеяться и даже не поверите, вы же все такие молодые. Потому что те, кто сегодня самый активный политический класс в Грузии, они не помнят, кто такой Саакашвили. Потому что он был так давно. Ну да, слушайте. С того момента, как Саакашвили потерял власть в Грузии, прошло 12 или 13 лет. И это очень много. Людям, которым предстоит 26 числа выйти на улицу и протестовать, им было 10 лет. 10 лет, а кому-то было 8 лет, когда Саакашвили был президентом. Поэтому, конечно, или даже 6. Поэтому эти люди не ассоциируют ни свое будущее, ни свое прошлое страны с Саакашвили. Что будет 26 октября происходить? Первое. На выборах победит оппозиция. На выборах победит оппозиция. И мечта проиграет выборы. С результатом 40 на 60. 40 процентов. Условно говоря, 40 наберет грузинская мечта. 60 наберет оппозиция. Разные несколько партий. И дальше начнется фальсификация. Возможно. Может, не начнется. Не могу говорить. Но, скорее всего, начнется. У них сегодня те выборы, которые проходят, это парламентские выборы. То есть, это проходит несколько партий. Партии оппозиции уже заявили, что они соберут коалицию. Тут же, как только пройдут. Там же уже в парламенте соберут коалицию. То есть, если все всех пропустят, так сказать. Не случится таких историй. Вот я не помню, сколько у них там электоральный барьер. Не помню. Ну, например, если 5 процентов, то можно же нарисовать, что 3 партии набрали по 4 с половиной. 3 оппозиционные партии. И тогда они как бы не проходят, а, соответственно, увеличивается доля грузинской мечты. Или еще какие-нибудь другого рода фальсификации могут произойти по результатам этих выборов. И вот это то, что можно с наибольшей вероятностью ожидать 26 числа. Там нет одномандатных округов, как у нас были на всех выборах в Верховную Раду. Это отменено недавно совсем. Поэтому фальсифицировать сложно. Раньше можно было сказать как. Окей, грузинская мечта набрала 40 процентов. Но, вот поверьте, вот там вот, далеко в Зугдиде, или вот там, далеко в Кутаисе, под Кутаисе, в деревнях, там-то все за грузинскую мечту. Сегодня так не сделаешь. Сегодня вот оно прямо пропорционально. Сколько проголосовали, столько проголосовали. И с большой вероятностью власть попытается фальсифицировать эти результаты, с большой вероятностью. И вот тут вопрос, получится или нет, этого мы не знаем. Насколько будут активные протесты, сколько людей выйдут на улицу, чего они будут требовать, насколько упорно они будут этого требовать. Ожидается, что эти протесты будут. Прямо ожидается, что будут эти самые протесты. Вы знаете, что сегодня там ввели новый выходной день в Грузии? Нет. Пятница вот эта. Перед выборами. Да, выходной день. Вы когда-нибудь слышали, в какой-нибудь стране день перед выборами объявили выходным? Причем неожиданно, за неделю до выборов. Ну, у нас были выходные, вот я не помню. В день. Ну да, в день выборов, наверное. В день выборов. А зачем объявлять день до выборов выходными? Мы чистим перышки, чтобы пойти на участок, прихорашиваемся. Чем мы должны быть заняты? Празднуем, отдыхаем. Празднуем, что выборы завтра. Праздновать после, понятно, что можно. Победу, поражение. Что мы празднуем завтра у нас выборы? Я предполагаю, что это связано именно, как бы, не знаю, чтобы все поехали на огороды копать картошку срочно. Вау, у нас длинные выходные. Или чтобы власть готовила город к уличным боям. Просто готовила город к уличным боям, понимаете? Я думаю, что в этом все дело. Да, уж помнится, что вот это вот против закона об инагентов люди вышли на улицы, когда все-таки придушить это удалось нынешней власти. Ну, будем посмотреть. Михаил, по вашему... Вы знаете, в чем разница-то? В разнице в том, что... Мы же говорим потенциально, теоретически, этого пока нет, но теоретически, о неких теоретических протестах против фальсификации на выборах. Да, если будет фальсификация. Когда были протесты против закона об инагентах, это были протесты против законного действия власти. То есть власть не смела право принять закон об инагентах. Действительно, большинство депутатов парламента, законно избранных, подчеркну, это признал Евросоюз и Америка, что это законно избранные депутаты. Правда? Здорово, да. Простите. И, соответственно, законно избранные депутаты законно приняли некий закон, который может не нравиться, не соответствовать каким-нибудь там общим представлениям о мире, устремлением грузинок, но он законно был принят. Поэтому такие протесты можно подавить вот таким способом. Если же власть предпримет незаконное действие, тогда это будут совершенно другие протесты. Ну, посмотрим. 26-е уже совсем близко. Михаил, по-вашему, почему Путин решил не участвовать в саммите G20 в Бразилии? Побоялся, что его такие арестуют? Ведь до этого же и президент Бразилии на БРИПС не приехал, упал, очнулся, гипс. Ну, я шучу, да? Ну, причиной, по-моему, была травма головы, если мне не изменяет память. То, что вот он не поехал в Бразилию, хотя помните, ведь в Монголию-то он поехал, хоть там его и должны были арестовать, а в Бразилию не поехал. Не смогли с Бразилией договориться по этому поводу. Один нюанс поправлю вас. После этого президент Бразилии не поехал, не поехал. То есть сначала, в пятницу, Путин заявил на пресс-конференции, что не поедет в Бразилию. Он заявил на пресс-конференции, когда предшествовала встреча Брикса. А после этого в воскресенье президент Бразилии Лула де Сильва, ну, его команда, рассказали, что он, дескать, поскользнулся в ванной, ударился головой, у него шов, и поэтому врачи порекомендовали три дня покоя. Три дня. То есть вот как-то три дня покоя, поэтому я не поеду на саммит Брикс в Россию. Влетать, может, нельзя. Взлетать. До этого Путину нельзя. Вот как-то им нельзя. Вот мне кажется, все эти заявления связаны между собой, причем очень интересный способ. Путин же не просто сказал, я не поеду. Он сказал первое. Да я бы поехал, говорит. Отложим в сторону этот, говорит, Международный уголовный суд, я бы поехал. Просто не хочу портить саммит G20, такое великое событие, тем, что все будут только меня и обсуждать. Что говорит? Ведь обойти можно было этот закон с Международным уголовным судом, можно было обойти. Взять, говорит, подписать двусторонний договор с Бразилией. Он не сказал, какой, видимо, имел суда невыдача там чего-нибудь. И получается, что мы обошли бы решение Международного уголовного суда. И это заявление – страшная подстава для Лула де Сильвера. Потому что что сказал Путин? Что я, говорит, предлагаю бразильской власти подписать фиктивный договор, направленный только на сохранение моей личной свободы. И, значит, я предлагаю вступить в преступный сговор. С одной стороны, Россия, а с другой стороны, некие люди в Бразилии должны вступить в преступный сговор ради такого вот фиктивного договора. И Бразилия – это демократическая страна. Вот сейчас к Лула де Сильвера много вопросов. В смысле, вы что, собирались подписывать фиктивный договор с россиянами? Это вы от какого имени собирались? А кто бы это должен был визит? А парламент должен был? На каком основании? Почему? И так далее. И Лула де Сильвера после этого заявления Путина обязан был откреститься вообще. Что никакого отношения к Путиным рядом не сядет никогда. Чтобы никто его рядом не видел. Понимаете? В этом была цель, конечно же. Конечно же, этот отказ от саммита – это ровно последствия пятничного заявления Путина. Потому что однажды Лула де Сильвер чуть не попал из-за этого под уголовку-то, под импичмент. Когда он заявил, что он все равно Путина арестовывать не будет. Он пришлось извиняться и сообщить, что нет, нет, вообще ничего не имеет в виду, что есть прокуратура, независимая судебная власть, и он ни в коем случае не будет вмешиваться, пускай арестовывает. Он это уже сказал. И сейчас второй раз так подставляться он, конечно же, не мог. Вот и все. Поэтому Пал ударился головой. Да, поэтому Пал ударился головой и закричал Эврика. В ванной же все открытия такие делаются, я подумал. Но Путин, конечно, не едет, потому что его там арестуют. Просто не потому, что он боится, что его там арестуют, а потому, что его там арестуют просто в Бразилии. Конечно, арестуют, а почему же не арестовать-то? Все будет по закону, естественно. В Монголии, где все очень маленькое, можно получить личные гарантии какого-то человека. А в Бразилии нельзя. В Бразилии огромная федерация. Гораздо больше, чем Россия. Поэтому экономические, по всему, по числу институций независимых, судов, прокуратур и так далее. Поэтому как он может? Конечно, его там арестуют, это точно. И он весьма бледный вид имел Путин, когда у него спросили. У него же спросили это. То есть это же он не сам пошел рассказывать про уголовный суд. Я так понимаю, что это ему прям целенаправленно задали вопрос. Потому что он столкнулся с журналистами из более-менее свободных стран. Я не знаю, с какой страны был журналист. Там не было подписи. Но вполне вероятно, что он мог быть, например, индусом. Или бразильцем. Это же были журналисты стран БРИКС. В Бразилии свободная пресса. Свободная пресса задает свободно вопросы подобного рода. Интересно. Я, кстати, этот момент упустила с журналистами. Да, это интересно. И, Михаил, знаем, что время наше уже практически на исходе. Но очень коротко хочется спросить вас о событиях на Ближнем Востоке. Сахал ведет ликвидацию лидеров Хамас. Последний из них это Синвар. Один из глав Хамас. Насколько значимы эти удары для ослабления террористической угрозы? И вот про удары возмездия, про слив, якобы слив этих документов, секретных данных, вернее, о планах Израиля по ответному удару по Ирану. Кто может стоять и так далее. Да, по поводу, насколько эффективны. Ну, конечно, эффективны. Конечно, важны. Потому что что происходит? Обезглавлена такая организация, как Хамас. По крайней мере, внутри сектора газа, который представляет опасность для Израиля, не осталось ни одного руководителя Хамаса. Это был последний. Синвар был последним руководителем Хамаса, который находился внутри газа. Его, собственно, так долго ловили, там весь год ловили его. Это он отвечал за организацию вот этих терактов и резни, которые его устроил Хамас год назад на территории Израиля. Сейчас уже никто не назначал больше нового главаря Хамаса из сектора газа. Назначили вот этого Халеда Машаля, который проживает в Катаре. То есть новый глава Хамаса, он уже не из газа, он в Катаре живет себе спокойненько. Мало того, он очень дрессированный, потому что в 1998 году на улице Аммана, столице Ордании, Халеду Машалю агента Моссада залили яд в ухо. И да, это нынешний глава Хамаса, вот такая у него интересная, богатая биография. Ему залили яд в ухо, и он впал в кому. Таковая цель и преследовала, чтобы он оказался в коме. Но дальше началась неприятность, потому что, к сожалению, агенты Моссада были арестованы службой безопасности Иордании. Они пытались вывести, скорее всего, Халеду Машалю на территорию Израиля. Я думаю, это уж никто подробностей не знает. И тогда король Иордании, в прошлом еще Хусейн, отец Абдалы нынешнего короля, он, собственно, выдвинул ультиматум Израиля. Потому что братья мои, сказал он, типа, это моя страна, мой город, а вы тут яд заливаете в уши хамасовцам. Мы не любим, может, хамасовцев, но яд в уши на моей территории, только я имею право заливать, а не вы. И так как Израиль хотел обратно получить своих агентов Моссада, то была такая сделка Машаля, так называемая, состоялась. Значит, агентов Моссада обменяли на две вещи. Первое, это передали, освободили, выпустили из тюрьмы этого шейха, только не Насралу, которого мы сейчас замочили, а прошлого шейха другого, черт не вылетел сейчас из головы, которому потом ракеты все равно мочканули, но он был духовный лидер Хамаса. И второе, подарили королю Хусейну противоядие для Халеда Машаля, которого, да, спасли в результате. И вот сейчас такой человек, значит, возглавляет Хамас, что, конечно, уже легче, чем когда у вас прям под боком, по сектору Газа бегает Синвар. Вот, поэтому это все в рамках уничтожения Хамаса в Газе вполне себе большое, большое достижение израильской армии, пусть оно и случайно, но на самом деле вот именно Синвар был убит случайно. То есть за ним охотились, но убили не те, кто за ним охотился, а, так сказать, просто обычные солдаты, которые просто охотились за обычными террористами, не искали какого-то руководителя.